Уважаемые братья, вот уже приближается месяц, месяц которым родился наш пророк Мухаммад, и, иншаллах, сегодня наша тема будет связанная с его рождением, связанная с первоначальными хикматами, мудростями священного Аллаха, которыми Аллаху Таала украсил его эту прекрасную жизнь, которым нес на себя эту трудную ношу пророчества. Что касается его насаба, каждый мусульманин обязан знать насаб пророка Аллаху Салату Вассалам. Он является Мухаммад б. Абдул-Муталиб, его называют Шаибат-Улхамд, вот сединой, вот в Асхалине, таким образом его называют Ибн-Хашим б. Абдул-Манав, во-ис-могу его имя Мухира. И вот таким образом определенное количество, известное, достоверное количество вот этих предков пророка Аллаху Салату Вассалам написаны в книгах, они известны и их мы обязаны знать. Далее, после этого Хадара, она останавливается, ограничивается Назар Муадам на нем. После того, который идет вот этот насаб, в нем такой нету достоверности, и поэтому мы ограничиваемся здесь. Но все-таки нету хиляфа о том, что они являются и сыновей Исмаила, пророка Исмаила, сына Ибрахима Аллаху Салату Вассалам Халилула. Это там нету никакого хиляфа о том, что он из наследства Ибрахима и его сына Исмаила Аллаху Салам. И в его насаб, насаб пророка Аллаху Салату Вассалам, не вмешался что-то из насаба, из грязного насаба, которое бы не соответствовало шариату, имеется в виду с материнской стороны и с отцовской стороны, так он это, таким чистым насабом Аллаху Салату Вассалам сохранил вот этот тухун насаб пророка Аллаху Салату Вассалам. И от мусульма передается санатом на пророка Аллаху Салату Вассалам, о том, что он говорил, «Инна Аллаха истафа кинана», о том, что Аллах выбрал, говорит, кинанатов, минулды Исмаила, из детей Исмаила, «Вастафа кураишан мин кинаната», и кураишиту тоже выбрал из кинанатов, «Вастафа хашиман мин кураиш», и хашима выбрал из кураишиту, «Вастафа не мин бани хашим», и меня, говорит, Аллах выбрал из этих хашиметов. Вот таким образом, пророк Аллаху Салату Вассалам описывает, каким образом Аллаху Салату Вассалам выбрал себя. Что касается его рождения, это было в год слона, имеется в виду не по восточному календарю, случай такой произошел в том году, в котором прородился пророк Аллаху Салату Вассалам, его называют годом слона, из-за того, что вот Абрахату Ашам, такой правитель, который находился в Йемене, он построил вот одну церковь, то есть место для поклонения, чтобы оттуда в Мекку не уезжали люди, чтобы совершить хач. Он специально построил, чтобы там они оставались. И, конечно же, люди не будут оставаться. Люди ходили туда, в Мекку, делали паломничество. Паломничество мы знаем, что со времен Ибрахима, Аллахи Салату Вассалам, оно идет, то есть обязанностью для мусульман, тех, которые уверовали священную Аллаху, тем, которым пришел Ибрахим, Аллахи Салату Вассалам. И тогда один из таких уверовавшихся людей испачкал его вот эту церковь внутри, там он исполнил свою нужду и размазал вот это все там по этой церкви. И тогда, когда Абрахам разозлился, он решил пойти на Мекку с войсками и разрушить Мекку и Каабу. И когда уже туда доходили, вот слон там отказался выполнить, вот его слон назывался Махмудом, он сел, он отказался идти дальше, и поэтому его называют годом слона. И тогда в первую очередь вот этот Абрахату Ашрам там завоевал, захватил их верблюдов, верблюдов, жителей Мекки. И тогда дед Абдул Мудалиб, дед пророк Аллахи Салату Вассалам, когда обратился к этому человеку, Абрахату, чтобы он вернул их, вот этих верблюдов, он сказал, я, говорит, удивляюсь, мы пришли разрушить Мекку, разрушить Каабу, говорит, а ты приходишь сюда, чтобы просить обратно своих верблюдов, что тебе безразлично вот положение вот Кааби, которое вот сейчас только разрушится. И тогда он сказал Абдул Мудалиб, у этого дома есть, говорит, свой хозяин, имеется в виду священный Аллах, он позаботится, говорит, о своем доме, а ты наши верблюда, говорит, возвращай. Вот так он обратился, и мы должны знать, что у каждого дома священного Аллаха есть, конечно, хозяин. Хозяин – это священный Аллах, и он заботится об этих домах, и нам это видно, как он заботится. И тогда что получилось? Аллаху Таала отправил на них птиц, айран абабель. Говорится в Куране, в Куране говорится, Ауду билляхи мина шейдуану рожим, бисмилляхи рухмани рухим, Алам таруа кайфа фаала раббу ка би асхабил фил, Разве ты не видел, как Аллах вот обратился, отнесся вот обладателям слона? И дальше говорится, как он разрушил вот эти, их злые, вот эти намерения. И как Аллаху Таала отправил на них птиц, и вот эти птицы набросали на них жженые камни, и вот таким образом уничтожил он их, они превратились, как вот паспища после скота, во что превращается, вот такое положение стало у этих кафир. Вот так Аллаху Таала защитил свой дом Каабу и уничтожил этого Абрагатул Ашрама вместе со своими войсками. И достоверным из слов было это понедельник, имеется в виду, когда прородился пророк Аллахи Салату Ва Салам, ночь на понедельник, 12 число от Раби Авала. Он родился Ятимом, вот, когда он родился, у него не было отца, его отец умер, когда его мат Аминатана была беремена, тухпенсачную беременосты, и тогда Абдулмуталиб, вот этот имен Абдулмуталиб, он, конечно, взял под Афреку, он нанял, па Адату, па Абичаю, это харабу кормилец, женщину нанял, и из Банисаду, Бнубакр, ее называли, Халимат бинту Абизу Аев, эту женщину называли, кормилицу для пророка Аллахи Салату Ва Салам. И многие вот историки, которые, исламские историки, которые передают, вот, историю пророка Аллахи Салату Ва Салам, они говорят, они единогласны о том, что, когда он приютился к рукам, к груди этой Халимат, это, говорит, был год засухи, вот степи, вот у Халимата, такая сильная засуха, говорит, была, и также засохло молоко, вот, в верблюдах, и в овцах, и очень вот такие трудные времена были, когда он приютился к ней, тогда, говорит, вот это все возобновилось, появилась зелень, даже вот старая верблюдица, у которой не было ни капли молока в Виме, вот она, говорит, полной молоком вернулась, говорит, то есть дом Халимат, вот такое чудо произошло, вот в самые первые дни от рождения пророка Аллахи Салату Ва Салам, мы это рассказываем, но в них существуют большие хикматы, большие мудрости Священного Аллаха, на которых мы должны, обязаны, обращать какие-то особые внимания, и когда вот его жизнь достигла, до шести лет умерла мат, после того, как она возвращалась из Медины, и вот когда пророк Аллахи Салату Ва Салам, то есть стал находиться под опекой Абдул-Муд Алиба, то есть его дедушки, и вот таким образом, когда он дошел до восьми лет и умер Абдул-Муд Алиб, он уже находился после этого, то есть приюта в опеке своего дяди Абдул-Муд Алиба, это отец Алия рази Аллаху Таала, вот маленькая история, короткая история, мы коротко ее рассказываем, в нем существует очень много мудростей Всевышнего Аллаха, и такие мудрости, какими Аллаху Таала украсил жизнь нашего пророка, Аллаху Салату Ва Салам, чтобы это для нас было примером, уроком, и чтобы мы оттуда делали какие-то свои выводы, извлекали оттуда какие-то определенные уроки, и мы будем об этих хикматах рассказывать, начиная с первого времени, то, что касается, вот, он говорит, что Аллах меня избрал из курай-шитов, то есть мы знаем, что он араб, вот отсюда нам ясно становится о том, что его насаб, его тухум, он является самым лучшим насабом, здесь выясняется нам, что Аллах разделил вообще всех людей на две категории, арабы и ажами, арабами и ажамами называют, и отсюда нам ясно, что Аллах предпочел арабов, это мы должны обязаны подтвердить, знать, и после этого, из этих арабов Всевышний Аллах предпочел курай-шитов, здесь находится какое-то далала, то есть какое-то указание о том, что из этого хадиса о том, что предпочтение вот этим курай-шитам, этому дугуму, этим арабам особое предпочтение есть. И когда пророк Аллах поднялся на Мимбар и он сказал кто я? Тогда ему ответили анта Расуль Аллах, ты являешься пророком, тогда он сказал анна Мухаммад Я являюсь Мухаммадом сына Абдуллах сына Абдуллах Инн Аллах халакал халка Воистину Аллах создал халк Потом Аллах потом разделил на две группы Меня говорит сделал из лучшей группы Вот это указывает, что они лучшие в любом случае Потом разделил племена разделил Потом меня сделал из лучшей кобели Потом разделил на семи Меня он сделал из лучшей семьи и из лучшего науса Вот что указывает о том что Хурайшити и Араби Аллах их предпочел Но любовь к пророку Аллах когда указывает этот хадис вот таким образом значит что обязывает нас вот обязывает любовь к Всевышнему Аллаху любви и его тухом Вот это нас требуется Вот у нас такие поговорки бывают Если человек в действительности любит какого-то человека он обязан любить его собаку даже Вот такая поговорка у нас есть Вот у нас есть и действительность есть любовь к пророку Аллах значит мы обязаны любить и этих Хурайшитов и его Ахлу и его Ахлубайд всех мы обязаны любить Но здесь не из-за того что они являются арабами не из-за того что они являются Хурайшитами из-за того что Аллаху Таала среди них вот создал пророк Аллах отправил пророка вот вот этот хикмат за пророками обязаны его любить не за какое-то отдельное взятые племена вот такие большие вот хикматы какие-то определенные вещи есть которые мы обязаны понимать и это не означает о том что это не противоречит тому что среди арабов тоже выходят очень плохие люди среди арабов очень плохие этот же Хурайшитский Тухум они же выгнали пророка Аллах из Мекки нам же это известно но это не противоречит почтению этого Тухума тот кто плохой они плохие а те как хорошие их мы обязаны любить и вот создание пророка Аллах вот таким образом с священным Аллахом Ятимом его рождение это непростая случайность в нем тоже заключается хикмат священного Аллаха какой же хикмат хикмат о том что первоначально же Аллах Таала его создает в отсутствии милости отца отсутствии милости ласки опеки своей матери и отсутствии также отсутствии также милости своего деда тоже вот почему в нем заключается хикмат об этом не будем иншаллах говорить чтобы не было пут что-то сказать муптилям тем людям которые инкар делают тем людям которые вот называют себя востоковедами вроде бы изучают жизнь пророка или же христианам или же агудам тем всем людям которые отвергают пророчество пророка чтобы не оставлять место чтобы они говорили что это дело агудам у него было рифадат рифадат что означает то есть кормление и сиякат сиякат это поит вот тех людей которые приходят в Мекку вот для паломничества он поил он кормил их и у него была был какой-то авторитет какое-то предпочтение вот среди вот этих арабов чтобы место не оставалось что под их властью под их действиями что пророк выдумал вот эту пророчество вот этим хикматом Аллах создал его вот таким образом ятимом также вот хикмат священного Аллаха сделал таким образом чтобы пророк еще дальше от дома хотя у него был дед или дяда чтобы это время тоже он находился дальше в степях Халима Тарази Аллах Талан чтобы доказать чтобы место не осталось тем же людям что это не дело вот этого Тухума это не дело вот этой семьи и еще это восполняет еще это утверждает о том что пророчество находился пророк под опекой Абуд Алиба это отец Алия и он умер когда до хиджи осталось три года до сих пор он жил и доказывает что он не принял ислам он сам не принял ислам это еще укрепляет о том что это было не дело вот этого Тухума выдумать какое-то пророчество что это был действительный пророк что это пророчество которое не спасалось с небес вот чтобы людям никакого места не оставалось в каждом шагу каждой мелочи существуют определенные какие-то хикмат и что такое хикмат когда мы уже рассказывали когда он приютился уже к груди от халима что произошло озеленение произошло от виму от молоко вернулось там конечно очень такие большие хикмати которые указывают на величие обстоятельства нашего пророка алахи салату ассалам будучи еще младенцем что произошло вот такой великий наш пророк алахи салату ассалам и это поэтому наш шариат нам указывает когда прекращаются дожди посредством хороших людей чтобы мы просили усы вишнего аллах это шариат указывает для нас когда будучи младенцем когда вот это все возвращается прекращается засуха озеленение идет все идет когда будучи младенцем когда он пророком станет он же еще заслуживает быть причиной для того чтобы не спасался рахмат с небес почему потому что для каждой вещи Аллаху Таала причины создает для того чтобы дошел Аллах создает причину тучи для того чтобы человек родился создает причины мужа и жену двух человек для всего для всего есть определенные причины пророк является причиной для рахмат рахмат все зависит от священного Аллаха но он его причиной сделал основой причины он сделал и Аллаху Таала в своем аяте Коране говорит я тебя не спосвал кроме как рахмат для силы Аллах как можно так сказать сравнивать пророка Аллах там он мертв пользы нет он является основой основой основной причиной для рахмата со стороны священного Аллаха вот такой великий наш пророк но мы каждый уверен и каждый знаем что все находится в руках священного Аллаха также вот случай вот когда произошло вот когда он находился в степи Халимата рази Аллаху забыл ее рассказывать два ангела пришли его уложили разрезали грудь вытащили оттуда сердце это хадисом достоверно хадисом подтверждается а оттуда вынули кусочек и сказали о том что это является доля шайтана вымели вот это сердце замзам водой заново положили и дети приближали Аллаху и сказали что убили говорит Мухаммад когда они побежали он был бледный слабый и они его подняли и тогда боясь за его жизнь Халимат отдала под опеку своего деда вот это произошло что оно означало оно означало что вот этот хикмат о том что из него было извлечено извлечено вот остатки какого-либо зла какого-либо дурного было извлечено вот в детстве же священный Аллах вот это показал людям о том что в этом парне в этом маленьком ременке что-то есть особое но это не означает что операционным путем что можно извлекать какие-то недостатки из наших сердцев нет конечно если было бы так хирургическим вмешательством мы тоже бы каждый оттуда извлекали бы что-то нет это просто-напросто был хикматом который Аллах показал всем людям то есть показывать величие положение этого маленького ребенка что его ожидает великое будущее вот хадисы идут хадисы идут достовернее существует арабский язык мы обязаны значит вот читать вот эти хадисы и оттуда извлекать правильные мысли если я скажу вы идите вот куда-то это значит означает вы идите куда-то если я скажу вы спросите у села это получается вы спросите у жителя села есть вещи которые нужно делать есть вещи которые прямой смысл имеют и учитывая логику учитывая грамматику учитывая какие-то каваиды правильным образом надо оттуда извлекать уроки в жизни пророк алейси 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 особый хакмат еще будучи младенств пусть Аллах даст нам тавфик чтобы мы его должным образом любили и должным образом мы вот изучали его жизнь алейси оттуда извлекали правильные уроки чтобы не сбивались с правильного пути иншаллах вот этот месяц еще дальше дальше про его жизнь и про эту хикмату мы будем иншаллах рассказывать вассаламу алейкум وрахмату الله и баракат алейкум